Всем привет! Я на самом деле начну сегодня со страшной истории, которая никак не относится к докладу. Я вот приехал на доклад, и там 60% доклада это было демо. И сегодня никто из докладчиков не показывал демо. Один сказал, что нельзя показывать демо, поэтому я сидел всю ночь и переделал презентацию. Я делал страшные вещи, я вставлял в презентацию код, поэтому сегодня мы будем видеть очень длинную презентацию, порядка 200 слайдов. Короче, поехали. Просто не будет ни вам, ни мне, но там, где непонятные картинки, вам нужно либо открывать рот, либо понимать, что там должна быть демо. Сейчас все увидим. Итак, о чем мы сегодня... Так, я, я, я. Вот это я, я работаю в Альфа-лаборатории, я разработчик, по совместительству еще и подкасты веду. Тем, кто знает, хорошо, тем, кто не знает, вот подкаст «Разбор полетов» и еще один, который здесь не указан, секретный подкаст «Порода и вопс» ладно. Поехали дальше. Этот человек, который помогал мне сделать этот доклад, а я помогал делать его ему, и мы его в первый раз рассказывали вдвоем. Нет, первый раз я рассказывал его один, ну, короче, мы с ним его делали, и с ним вдвоем мы тоже его рассказывали. Привет, Женя Борисов. Кто не знает, знакомьте Женя Борисов. Все, поехали. О чем мы сегодня будем говорить? В Spring Boot очень много различных инструментов, очень много различных возможностей, и в то же время для тестирования всех этих возможностей тоже есть отдельные инструменты. И они, с одной стороны, очень простые, а с другой стороны, очень сложные. Да, есть такой дуализм. Вот об этом мы сегодня по большей части и поговорим, и о некоторых концептуальных моментах. Начнем с концептуальных. Концептуальный момент. Вот мы сегодня, доклад, он написан, что он про тесты, да, но он на самом деле не только про тесты, он про Spring в целом, про Spring Boot в целом, ну и про Spring тоже. Я вот лично не очень люблю делить тесты на какие-то категории, да, по мне есть какая-то шкала, где самый простой тест — это юнит-тест, а самый замороченный и сложный тест — это вот там какой-то системный тест, который проверяет уже рабочее приложение на рабочем угружении и так далее. И так далее. И мы крутимся где-то вот посерединке. Ну, сегодня мы начнем с левого конца и посмотрим, куда нас это все приведет. Поехали. Итак, демка была примерно такой. Был чатик с такой вот архитектурой. У нас было два сервиса, который сервис Baruch, которого вы сегодня уже упоминали, и второй — Егор256, это Егор Буганенко. Это два наших эксперта, которые через веб-интерфейс в чатик отвечают на вопросы. Вот они, знакомьтесь. Итак, это у нас есть. У нас есть такая система, которые эти два сервиса отличаются концептуально. Егор отвечает, медленно может менять свое решение, поэтому мы должны в каком-то режиме получать от него ответы и не хэшировать, потому что они могут измениться. Baruch отвечает быстро, свое мнение не меняет, поэтому его хэшируем, и мы просто подпражаем пользователям. Вот. Выглядит примерно так. Извините, как сделал, скажем так, с Ютуба. Такой чатик, какой лучший язык, спрашиваем. Вот Коля Алименков отвечает. О, что-то не влезает. Ладно, когда Коля Алименков уволится за EPUM, он будет отвечать на эти вопросы. Он из EPUM уволился, поэтому, наверное, можно спросить. Но в другой раз. Ну, короче, все поняли идею, да? Вот. Теперь идет следующая демка, где я как раз и показываю этот чатик. Ну, как бы я вам показал его на скриншотах. Увы. Теперь давайте все это тестировать. Как вы помните, там было два сервиса, да, Егор256 и вот Джабарух. Соответственно, их мы и сначала и будем тестировать, да, что они делают то, что они должны делать. Пишем юнит теста. Начнем с сервиса Егора, да. Тут у нас следующая демо. Вот пошла демо. Я написал тест. Вот на этом мы будем писать с вами тест. Да, это вот сервис, который предоставляет нам, сервис, который делает, отвечает за частотность вхождения токенов, ну, слов, да, которые относятся к Егору, да, что этот вопрос нужно смаршетизировать к нему, а не к Бару. Вот тест на него. А вы точно то включили? Посылки, да? Ну, ладно. Что-то не обновилось, ребят, ну, ладно. Бохнем. Короче, да, начинаем писать. Первое, что нам нужно сделать, мы обычно пишем given, да, о чем мы будем тестировать. Вот наш класс этого сервиса. Он в конструкторе у нас принимает какие-то аргументы. Мы, недолго задумываясь, следуем автокомплиту. Идея говорит, о, там вот такой должен быть класс. Я тебе могу его создать. Вы жмете Enter, он появляется. Тот класс тоже требует еще N-класса, жмете Enter, он появляется. В итоге такая штука есть. Ну, и дальше сам тест. Я, как бы, его немножко засерил, это не сильно важно. Проверяем, что логика этого сервиса такая, какая должна быть. Так, вот. Вот это логика этого сервиса. Мы хотим, если у нас есть вопрос со словом Objects, мы маршрутизируем его к Егору, да. Вот говорим, что он Match 1 есть. Итого, мы запускаем. У нас no-point exception, но ожидаемо, да, не всегда так просто написать тест. Тест не пройден. Что же дело, да? Дело в том, что у нас вот в этом самом words-композере, который мы создавали вручную с помощью волшебного автокомплита, есть вот такая фигня. Да, get garbage, и get garbage нам возвращается, но пустым. Потому что нам нужно отфильтровать в вопросах все мусорные слова. Все мусорные слова — это я, мы, оно и так далее, да, предлоги и так далее. Они указаны в Spring. Кто знаком с Spring? Кто использует Spring? О, большинство. А Spring будет? Тоже большинство. Слава богу. Слава богу. Все тестируют приложение? Что-то мало. Вон. Значит, в общем, нотация value, значит, все знают, что делает. Да, она инжектит нам вот эти токены, которые указаны в этой переменной. Вот сюда, разбиваясь сразу в массив через пробелы. И она не отрабатывает, потому что мы создали этот объект, не через контейнера, а вручную. Само собой, на, у нас все падает. Значит, тест должен выйти, наверное, на следующий уровень, или я должен, ну, два варианта. Либо я должен сейчас все это руками забить, либо воспользоваться тем, что уже сконфигурировано. Ну, когда, то есть, мы переходим как бы на компонентный уровень, мы пойдем именно в эту сторону, потому что все-таки доклад про то, как использовать инструменты Spring. И тут следующая демка. Мы начинаем использовать инструменты Spring. Вот это все, а, вот, я не туда вставил. Вот я говорил, что вот, вот, автокомплит, автокомплит, у нас все ловко появляется, мы этот тест написали, он не работает, и пошли дальше. Да, мы пошли дальше. Вот Spring, переключайся. Вот SpringWay. Мы пишем context configuration, и в этом нашем configuration для этого теста определяем бин, который будем тестировать. Да, этот наш бин, вот он есть. И мы его ниже заавтоварили. Вот тут что-то засерим. Вот наша конфигурация выглядит так, и мы создаем этот же самый бин. Но помним, что он требует, чтобы в него воткнули этот несчастный ворс-композер, который у нас как бы из-за него и сдох, из-за нем чего-то не хватало. Но здесь мы его передали в аргументы. Все, кто пишут на Spring, знают, что если написать собака бин, ворс-композер, то значит он проинжектится. Значит, откуда-то он возьмется. И ниоткуда он взяться не может. Поэтому этот тест логично у нас тоже упадет. Поэтому когда Spring разработчику не хватает чего-то, то что он делает? Он пишет component scan. Чем выше component scan, тем меньше возможности, что чего-то не найдется. Ну мы так и сделаем, и у нас ворс-композер на самом деле после этого в этом пакете должен находиться. Вот мы проинжектили наш сервис, который мы только что с вами объявили в конфигурации. И тест прошел. Да, круто, все. Все дело в том, что у нас там в нем что-то считывается. И в общем мы просканили этот пакет. Бин. Инициализировался, все в шоколаде. Давайте разбираться на самом деле так. Но перед этим небольшая ремарочка. Теперь это необычный юнит-тест. Когда мы пишем тест на Spring, нам нужно ставить run-vis. Spring runner. Раньше был Spring, Forge, Unit, Runner. И до сих пор написано Spring, Forge, Unit, Runner. Наверное, в Spring Boot добавили что-то такое классное. И этот класс стал делать что-то классное. Да и звучит он круче, чем Spring, Runner, нежели Spring, Forge, Unit, Forge, Class, Runner. Ну, на самом деле, вот, он, это все, это все, что делает этот класс, ой, господи, назад. Это все, что он делает, он просто экстендит этот самый Spring, Forge, Unit, Runner. И это заставило меня прийти к следующему выводу. Ну, точнее, это была первая предпосылка. Если вы в авторах видите вот этого чувака или любого другого, то, вероятно, этот класс такой, декоративный. Если вы видите в авторах, да, е-мое, вот этого чувака, Йорген Холлер, запомнили, Йорген Холлер, да, шведская, кажется. Этот замечательный дядечка пишет 80% кода Spring Core. Вот, и он не пишет всякого говна, он пишет, ой, извините, он пишет только нужные классы, которые реально что-то делают. Он Spring, Forge, Unit, Runner, что-то делает. А Spring, Runner, просто, чтобы вам было красиво писать, и не помнить, что нужно писать, Forge, Unit, Runner. Фу, наступление, окей. Перешли на уровень компонентов, переходим еще дальше. Для этого мы возьмем следующий класс. К предыдущему классу мы еще вернемся. Мы тут часто будем к чему-то возвращаться, потому что вот все, что мы сейчас делаем, сразу ремарка, это неправильно. Вот так вот, запомните, вот все, что я делаю, это нужно подвергать критике. В конце лучше будет. Итак, следующий класс, TextBaitQuestionTypeResolver. Что он делает? Он как раз и выбирает, кому передарисовать вопрос, в зависимости от того предыдущего класса, который мы уже претестировали. То есть у каждого эксперта есть классик, который отвечает, насколько этот вопрос релевантен ему, и есть вот этот QuestionTypeResolver, который говорит, кому же его направить, пользуясь их функциональностью. Мы уже по аналогии пишем такой класс, знаем, что нужно писать RunVis, создавать конфигурацию, потому что у нас все-таки тест спринговый, мы хотим тоже пользоваться контейнером. Ловко пишем логику этого теста, она очень простая. Если есть Groovy, значит вопрос к Баруху, если есть объекты или что там, Objects, значит вопрос к Егору. Все понятно, да? Окей, конфигурация тоже не выглядит сложной, но у нее есть один момент. Эта штука у нас принимает вот этот самый лист Frequency Resolver, который отвечает за частотность вхождения различных слов в вопрос. Один мы с вами уже протестировали. Значит, нашей конфигурации нужно добавить еще два, для Егора и Баруха. Мы тестируем кейс, когда у нас есть два, тест должен быть все-таки в каких-то разумных границах. Создаем оба, и они как раз и втыкаются вот сюда, да? То есть они в одной конфигурации, но Spring разберется, воткнет их вам туда. Окей, нужен Worst Composer. Помним, что нужно поставить Company Scan. Но мы с вами непростые Spring-разработчики, мы с вами предположим пока что более-менее выше среднего, и мы понимаем, что два раза ставить Company Scan на один и тот же класс как-то не Camilfo. Не вставим Company Scan. Плохо Company Scan. Поэтому мы напишем импорт, команд конфиг, и в этом команд конфиге сделаем Company Scan, и в предыдущем классе тоже сделаем импорт команд конфиг, а в команд конфиге у нас будет Company Scan. Логично? Надеюсь, на молчание знак согласен. Ну ладно. Так, поехали дальше. Но тест не прошел. Тест не прошел, потому что у нас в этих наших классах тоже есть токены. Да, вот есть value, он тоже что-то инжектит. Но мы помним, что почему-то в первый раз Company Scan нас спас, а вот здесь не спас. Sorry. Почему же он нас не спас? На самом деле он не спас нас, потому что токены теперь у нас лежат в email файле. Мы помним, что есть аннотация property source. Мы можем ее поставить и считать. Классно было бы, если бы это было так, но property source работает только на property файла. На email файл оно не работает. А мы сейчас все хипстеры, любим email, потому что в документации к Spring у email, поэтому мы фигачим email, и я зафигачил тоже email. Но это не работает. Есть два пути решения этой проблемы. Потому что тест у нас еще не проходим, любим не проходит, нам уже нужно пилить следующую фичу, а все еще ничего не работает. Property source нам тоже не помог, поэтому что мы делаем правильно? Мы берем configuration, видим, что context configuration принимает еще и параметры initializer. Мы в initializer зафигачиваем yaml файл application context initializer. Он у нас считывает этот email файл, парсит, добавляет в property source, вуаля, все работает. Но некрасиво, да? Некрасиво. Поэтому появилась аннотация Spring Boot Test. Начинается Spring Boot 1.4, по-моему. Появилась эта замечательная аннотация, которая делает работу ваших тестов практически такой же, как работу вашего приложения. Они становятся более идентичными. И, само собой, email файл он тоже считывает. То есть мы сейчас заменим наш context configuration на Spring Boot Test, запустим, и все равно не прошло. Почему не прошло? А не прошло, потому что мы разделили наши тесты. Application email-то у нас один, а когда мы запускаем тесты, наш класс пасс смежится из класс пасса, который у нас у нашего приложения в main и в тестах. Если мы назовем и там, и там файлик application email, он один другой перезатрет, логично. Поэтому мы назвали этот файл application email-егорвсиджбарук. На предыдущих слайдах должно было быть видно, если я правильно написал. Поэтому нам необходимо назначить профиль, чтобы этот файл появился, чтобы этот файл считался в этом профиле. Когда он считается, эти property появятся, и тесты пройдут. Напоминаю, что все это неправда. В смысле, когда робот появляется, все правда. И когда в зеркви написано, что не прошло, тоже правда. А вот то, что мы пишем, это нехорошо. Но, тем не менее, тест проходит. Поехали дальше. Мы нафигачили Spring Boot Test, и видим, в логах у нас появились замечательные надписи. Там mapped, еще что-то, какие-то контроллеры. А мы тест запускаем. Какие контроллеры нафиг, да? И понимаем, что Spring Boot Test, конечно, сделал за нас работу нашего приложения, ой, на работу нашего теста более похожей, сделал ее более похожей на работу нашего приложения. Но нюанс заключается в том, что тесты стали долго проходить. Тогда мы вспоминаем, что у Spring Boot Test тоже можно указать аннотацию класса, указать класс какой-то конкретной конфигурации. Мы его радостно указываем, стало быстрее, потому что теперь меньше всего инициализируется. Но можно еще лучше. И я часто задаюсь одним вопросом. Помните, мы делали common config с вами, в котором был component scan. Вот этот component scan, он есть в импорте в обоих конфигурациях для обоих тестов. Соответственно, сколько раз он загрузится, сколько раз Spring создает такие общие конфигурации. Давайте проверим. Добавим туда post-констракт, напишем, должно быть один раз, условно, и запустим. Запустим тест один и два сразу. Как на CI все тесты запускаются, так и мы с вами запустим два теста наших. И мы видим, что оно запустится два раза. То есть, казалось бы, механизм простой, должен быть кэш, но чего-то его нет. Мы сделали импорт, все логично, но фигня пришла за нами. Давайте разбираться. Соответственно, с кэширом по-любому должно стать быстрее, особенно если в вашем common configuration что-то очень долгое и тяжелое, вам должно стать легче. Нам на помощь приходит аннотация context-ierarchy, которая позволяет указать, тем самым помочь Spring, показать, какие же конфигурации общие, а какие нет. И выстроить иерархию ваших конфигураций. Мы следуем примеру и фигачиваем везде context-ierarchy в обоих тестах. Пишем нашу старую конфигурацию, нашу общую конфигурацию, и запускаем наши тесты 1, 2, оба на 4 раза стало. Казалось бы, что за фигня. Должно было закэшироваться, но ничего не закэшировалось. Дело в том, что мы там поставили импорт. То есть теперь каждый класс строит свою иерархию конфигураций. Эта иерархия честно загружается честное количество раз, там честно стоит импорт, и его нагрузят тоже честно. Но теперь 4 раза. Убираем импорт. На конфигурации первого теста и второго. Убрали. Запустили. Бах, теперь тест не проходит. Теперь не 4 раза, теперь еще хуже. Теперь тест не проходит. В чем же дело? Дело все в том, что он нам говорит, что не найден в Word's Composer. Но мы же с вами указали конфигурацию в контекст-хиерархии. Теперь импорт нам не нужен. Оказывается, что порядок здесь важен. И мы в тесте, я когда показывал демку, я ее указал неправильно, и получилось так, что наша общая конфигурация была после, она была ниже конфигурации, которая для нашего теста. И само собой они в такой последовательности инициализировались. Поэтому в этой аннотации порядок важен. Фиксим. Вот поменяли местами их. Оп, запускаем. Все, прошло. Нам кажется, что все хорошо, мы запускаем и опять дважды. Ну, хорошо, это уже лучше, чем 4 раза. Это уже лучше, чем тесты вообще не работают. Но все равно как-то не очень. Мы вернулись назад, на первую точку. Зачем мы тратили время, да? Ну, как бы в этот момент приходит начальник, говорит, что ты тут фигней маешься, тесты проходят, ну, подумаешь 2 раза, ну и ладно. Ну, как бы, почему нет? Но, как бы, остановиться уже нельзя. Сделали круг, поэтому давайте все-таки разберемся, что же случилось. Правила простые. Spring Boot Test должен быть везде. В этот момент, когда мы писали первый с вами тест, мы написали его без аннотации Spring Boot Test. Поэтому механизм, который делает кэширование, он Spring Boot-овый, он не нашел вам тупо второй тест, точнее конфигурации второго теста. Поэтому мы на первом тесте тоже с вами ставим Spring Boot Test вместо Context Configuration, указываем ему классы, все классно работает. Импорт. Импорт должен быть нигде. Импорт служебная аннотация, которая используется в библиотеках либо в самом коде приложения, но в тестах лучше этим не пользоваться. Active Profiles. Active Profiles должен быть одинаковый. Если вы хотите, чтобы какие-то конфигурации закэшировались, все было быстро, классно, ваши тесты срабатывали, то Active Profiles у них должен быть одинаковый. У нас он тоже был разный, приводим в порядок. И последняя вишенка на торте, которую нет на слайдах, но есть демки, это Spring Boot Test Properties. Для тех, кто пользуется еще старым Spring Boot, у нас там есть аннотация Integration Test, в которой можно было указать properties, с которыми будет запускаться этот тест, которые будут отличные. Они должны быть одинаковые. Если разные, то конфигурации, само собой, не кэшируются, они кладутся в кэш, как две разные конфигурации с разными пропертиями. Это не все приключения, потому что тут еще и порядок важен. То есть, вот это вот, это две разные конфигурации. Если мы на одном тесте поставим в таком порядке, а в другом в другом, хотя вроде как набор properties одинаковый. Это снова будут две разные конфигурации с точки зрения кэша, и у нас кэш-мисс, беда, все пропало. Если это общая конфигурация, это грузится долго. Кэш не срабатывает. Поэтому должны быть одинаковые. Ну все. С кэшом понятно, понятно, как фиксить. Всем правилам следуем, и все будет только один раз. Все может привести к кэш. Довольно хрупкая штука. Чтобы следить, что там есть, можно поставить уровень логирования вот такой, с помощью такой property. И тогда нам Spring радостно будет писать при запуске тестов, что же у него там в кэше происходит. Сколько положил туда конфигураций, какие конфигурации были использованы, какие пропущены, и сколько раз. Все как бы здорово. Чтобы не ошибаться, проще всего делать какой-то абстрактный класс или интерфейс, с которого наследоваться, и в котором будут аннотации Spring Boot Test и Active Profiles. И дальше ваши тесты тупо от него наследуются, и все будет хорошо. У всех будет одинаковый профайл. Правда, если вы еще один пропишите, то, конечно, будет беда. Все равно не загашируется. Ну окей. Теперь все один раз. Выполнили все требования, теперь все хорошо. Тесты запускаются один раз. Поехали дальше. Все ли хорошо теперь у нас? А, нет, сначала ремарочка. Если нам нужно наоборот делать так, чтобы наша конфигурация из кэша выплевывалась, есть, понятное дело, аннотация Dirty Context, которую, наверное, все знают. Но, тем не менее, у нее много кейсов использования, и все эти кейсы использования в основном не для вас. Они для людей, которые пишут фреймворки. Кто часто пишет фреймворк на Spring Boot для Spring Boot? Что-то никто руку не понял. Ну, в общем, это для этих людей. Поэтому, если вам в обычном приложении нужна аннотация, Dirty Context, чтобы скипать кэш конфигурации, задумайтесь. Потом еще раз задумайтесь. И не используйте. Но, тем не менее, такая возможность есть для тех, кто будет писать свой фреймворк. Вероятно, это нужно будет. Соответственно, с кэшами разобрались, ремарочку сделали, про Dirty Context я вас предупредил. Поехали дальше. Я говорил, что у нас два сервиса, Baruch и, соответственно, Baruch Assistant, а и Gore Assistant. Один мы кэшируем, другой нет. Давайте попробуем протестировать наш кэш. Ну, переключаемся. Как ведет себя кэш? Вот это класс, который реализовывает наш кэш. У него есть метод find, мы передаем ему вопрос, он говорит, что все, этот вопрос есть, классно. И наша задача протестировать, что если вопроса нет, он нам не кидает exception с базы данных о том, что, не знаю, entity не найден, а он все отвечает null, пусто. И у него есть особенность. У него инжектируются еще два других метода. И мы знаем, что теперь мы прошаренные, Spring нам дает еще mockbin и spybin, мы вешаем эти аннотации, и все классно, автоматически получаем замоканные бины. Причем не из основного контекста нашего, а вот прям макита экземпляры объектов, для этих вот интерфейсов или классов, не суть важно. Оп, и автоварим наш сервис. Соответственно, у него есть конфигурация, мы ее написали, она ровно такая же. Благодаря mockbin в нашу конфигурацию эти mock'и попадают сразу сюда, наш сервис конфигурируется, который мы тестируем, и поехали. Наш тест выглядит вот так, вот мы настраиваем этот mock, чтобы он нам, в общем, на проверку желаемого поведения, что бин не найден, но у нас exception нет, все классно. Тест пройден. Все классно. Вот я не ожидал, что так все будет быстро, но все ли хорошо? Да, мы поняли, что бин можно использовать на стройке mock'ов, ну ладно, не суть важна. Как и в предыдущий раз, помните, с кэшами запустили два теста, увидели проблему. Опять запустим все тесты, которые есть. Не проходят. Причем не проходит какой-то непонятный тест developer assistant application test. Когда вы генерируете Spring Boot приложение из старт-спринка или еще чего-то, у него часто генерируется один тест, дефолтный, на котором просто Spring Boot тест и просто поднятие контекст-слова на него есть тест. Это он. Он у нас почему-то упал. И сказал вам следующее. Я не могу подняться, потому что у вас два бина. Сразу смотрите, вот разница gpa с большой буквы и gpa с маленькой буквы. Видите, да? Почему так случилось? Напоминаю, что когда мы создавали с вами конфигурацию, наш метод назывался вот так вот, маленькие буквы. То есть идея нам автоматически сделала метод come ok as an. Когда Spring создает бин, он по умолчанию называет вот с маленькой буквы и как название класса. И тут у нас, короче, все разошлось. Это значит, что наш тест, который был в корне дефолтный, загрузил бины из другого теста, из другой конфигурации. Он загрузил дефолт, и он загрузил из теста и упал радостно. Это, ну, так быть, само собой не должно. Это какая-то дичь. Вот она, дичь. Знакомьтесь. И что мы с этой дичью делаем? Spring Boot нам опять дает ответ на этот вопрос. Ставим test configuration вместо configuration. Ставим test configuration, радостно идем, запускаем наши все тесты. А нет, test configuration, что он делает? Вот что он делает. Он не сканирует Spring Boot Test, то есть когда мы запускаем, когда мы вешаем монтажку Spring Boot Test, он эти конфигурации в себя не всасывает. Не сканирует с другими конфигурациями и не прерывает процесс сканирования наверх. Об этом мы еще поговорим. Это пока ремарочка. Все. Наш тест заработал. Мы запустили все тесты. Мы запустили его, все работает, но упал другой тест. Блин, а что там не написано, какой упал там? А упал у нас теперь тот тест, который мы только что с вами написали, который заработал с первого раза. Один тест починился, конфигурацию к которому мы вроде как с вами только что фиксили. А другой потом упал. Что такое? Теперь у него та же самая ошибка. Теперь он говорит, что у него два бина. GPS большими, GPS маленькими. Почему? Соответственно, загадка кроется в том, как Spring сканирует пакеты. Как это происходит? Есть два процесса сканирования. Есть процесс сканирования, так сказать, вверх, и есть процесс сканирования вниз. Кому непонятно, сейчас объясню, но процесс сканирования вверх, запускает Spring Boot Test, а процесс сканирования вниз запускает Spring Boot Application. То есть он аналогичен процессу сканирования Company Scana. Как это выглядит на картинках? Для тех, кто в танке. Вот наш тест с вами. На нем аннотация Spring Boot Test. Запускаем тест. Он такой, оп, нашел в своем пакете. Вот. Вот это его конфигурация, он ее нашел. Все классно. Еще в этом же пакете вот эти два класса. Он их тоже находит. Он сканирует их. Вот эта конфигурация, мы ее тоже используем. Он такой, он нашел, все хорошо. Потом он идет вверх. Он идет вверх, находит еще вот эти три класса, тоже засасывает их в себя. Потом идет еще вверх. Что такое-то? Дошел до дна, так сказать. И тест ClassPass у нас же отнаследован от мейна, скажем так, переопределен, он расширен. И тут мы находим второе дно. Как говорится, Сусанин нашел дорогу. И пошел второй процесс сканирования. Вот тут он находит Spring Boot Application, потому что он вышел в Main ClassPass. А в Main ClassPass у нас есть наша приложенька, в которой есть Public Static Void Main, в котором стоит аннотация Spring Boot Application. Это вообще замечательная аннотация. Сейчас о ней еще поговорим. И он пошел вниз. Вот это процесс сканирования вниз. И снова все нашел. Но при этом в этот раз он нашел все те конфигурации, которые были промечены собака Configuration. И таким образом наши бины, которые мы сосканировали при первом проходе, пересеклись с бинами, которые мы сосканировали при втором проходе. Беда, да? Вот. Про то, что SRC Main общий, получается, ну, не суть важна. Как чинить? Чинить можно разными способами. Но давайте разберемся. Вот у нас есть наш Spring Boot Application. Spring Boot Application. Посмотрим, что в нем. В нем вот есть Spring Boot Configuration. Spring Boot Configuration появился не так давно с версией 1.4, но и раньше его не было. И такой проблемы тоже не было, потому что все было проще. А Spring Boot Configuration это Configuration. Зачем он нужен, спрашивается? Он нужен как раз для того, что он является тем маркером, при котором этот процесс сканирования останавливается, идет в обратную сторону. Ага, смекнули, да? Процесс сканирования останавливается, идет в обратную сторону. Раз Spring Boot Configuration останавливает процесс, и он идет в другую сторону, то что мы можем сделать? О, как бы, стоп Configuration. Чтобы он не дошел, не нашел, чтобы он пошел, 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 не нашел наш класс, и пошел обратно. Вот он наш топ-конфигурейшн, мы его таким и делаем, в моем примере раскомментируем условно этого Наташку, и он действительно идет, 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 доходит до него, идет обратно и не засасывает ничего из основного приложения. Классно, да? Ну сейчас мы все дальше еще пару раз сломаем, все, не волнуйтесь. То есть мы тестируем таким образом компоненты, изоляция этих компонентов на уровне пэкэджей. То есть мы в одном пэкэдже должны создать environment для тестирования какого-то определенного скоупа наших тестов. И тут на свое, как называется, тут определенные нюансы накладываются еще и другими аннотациями. У нас же есть еще dataGPA тест, mockMVC тест, еще куча других классных аннотаций. Что они делают? Они делают примерно то же самое. Но у них есть фильтры, они идут до самого верха, находят Spring Boot Application и инициализируют только те бины, которые относятся к Spring Data. То есть это репозитория, entity-менеджеры и так далее. Скипывают всякие контроллеры, ну и прочую мишуру сервисы. mockMVC тест делает ровно наоборот. Он оставляет только контроллер, а все остальное скипает. Это чтобы быстро написать простой тест. К сожалению, мы с вами уже не успеваем эти примеры посмотреть, да и они у меня на ноутбуке, а тут презентажка. Поэтому DataGP тест не загружает тесты, делаем конфигурацию, и в этот момент у нас на самом деле снова все валится. Потому что когда мы с помощью нашей любимой IDE создаем тест для какого-то конкретного бина, который работает с данными, он будет лежать в пакете. Если он лежит в том же самом пакете, где наш top configuration что сделает, он не найдет application. Он заткнется на top configuration. И когда он заткнется на top configuration, он не сможет найти свои бины проаннотированные, как бы entity manager, настройки для entity managers и так далее. И ничего у вас не заработает. Поэтому эти бины должны быть на другом уровне. Они должны быть в специальном пакете, через которого можно наверх дойти до вашей приложеньки. То же самое само собой и относится к mockMVC тесту и прочим аннотациям. Короче, все непросто. Кто ничего не понял? Отлично. Есть руки. Ну ладно. В mvc тесту то же самое пропускаем. Вот такая штука появляется. Не суть важна. Тут еще есть момент, где настраивать mockbin. Мы с вами в нашем примере настраивали mockbin прямо в коде теста. Это можно делать и в постконстракте, и в другом бине. В принципе, все работает. Множество вариантов. Самый сложный пример мы с вами совсем не успеваем рассмотреть, потому что он был с фейном и краеугольным случаем использования mockMVC аннотации. mockbin аннотации, когда ее настраивать, какие есть особенности у замокированного бина интерфейса, который пропроксирован Spring. Это уже совсем другая история. Я вам в конце ссылочку там. Там, по идее, все есть. Итак, подводим итоги. Что же делает Spring Boot Test? Spring Boot Test в первую очередь сканирует со своего пакета вверх все, что находит, всасывает в себя и игнорирует тест конфигурейшн. Это важно. Падает, если находит несколько Spring Boot аппликейшнов в одном пакете. Если я сделаю две Stop Configuration, Stop Configuration 1, Stop Configuration 2 в одном пакедже, он упадет. Он скажет, я нашел два. Не знаю, не смогла. Давай, фикси мне. Точно так же, как когда два бина у нас получается. Конфигурейшн поднимает только указанные конфигурации. Если мы пишем классы и указываем там конфигурацию, то Spring Boot Test находит только эту конфигурацию, дальше не идет. Но если на ней есть компонент скэн, он находит Spring Boot аппликейшн, он идет второй раз, сканирует вниз, находит все конфигурейшн, собирает все, 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 и у вас все валится. У вас каша. Поэтому в тестах конфигурейшн не стоит использовать. Нужно отталкиваться от того, что используется тест конфигурейшн. Если вы используете конфигурейшн, вероятно, ваши тесты не будут изолированы между собой. Это плохо. Тест конфигурейшн, понятно, что указывает, указывает, точно так же мы на него указываем, он не останавливает процесс сканирования Spring Boot теста наверх, он идет, но при этом, когда идет вниз, он игнорируется. Это самое главное. То есть, когда мы идем наверх, мы игнорируем все тест конфигурейшн и вниз тоже. Фу. Зачем нужен Spring Boot Test? Полный тест на весь контекст. Это вот тот дефолтный тест, который вам генерируется, когда вы генерируете свой проект на Start Spring Cue. Изменение Properties, указание дефолтных, сужение списка конфигураций, которые нужны для теста какого-то конкретного компонента. И тесты с определенным скупом, если вы делаете изоляцию на уровне пакетов для сложных тестов, для кэширования контекстов или еще каких-то других нужд. Зачем нужен Test Configuration? Если нужно не прерывать сканирование при указании классов, и если нужно изолировать тесты от каких-либо конфигураций. Но, как я уже сказал, лучше всегда это делать, лучше в тестах всегда использовать Test Configuration, а не Configuration. Перерывать сканирование инициализированный Spring Boot Test, это вот Spring Boot Configuration, как мы уже увидели, замечательная штука, можно ее жахнуть, и у вас дальше не пойдет ничего. Но сломаться может, если вы разместили это в неудачном пакете другой тест. Или если потом другой разработчик разместил в этом пакете тест и начинает думать, почему же у него ничего не работает. Ну, типа, MockMVC-тест, Data-тест и так далее. Выводы. Spring для юнит-тестирования может быть быстрым, но важно правильно его готовить. В принципе, он и так не особо-то медленный, но вопрос только в том, насколько сложные ваши конечные конфигурации, насколько дальше они ушли, и чем дальше они ушли по шкале тестов вправо, к системному тесту, например, они в юнит-тестах поднимают какую-нибудь WireMockRule или базу данных, тест-контейнерс или еще что-то. Тогда они начинают выполняться долго. Если это общая конфигурация, это может привести к беде, поэтому нужно быть аккуратным. Кэш-контекстов очень хрупкая штука, но если есть реально долгие операции, очень полезная. Для тестов используем только TestConfiguration и изолировать группы тестов с помощью пэккеджей это классная идея. Spring Boot Configuration нам в этом помогает. Spring Boot Test надо в основном использовать, скажем так, для микросервис-тестов. Этот термин придумал Женя. Это вот тот термин, когда у вас поднимается реально практически весь контекст приложения, он кэшируется, и потом мы какие-то махинации с ним делаем, которые очень похожи и с большой вероятностью говорят вам, что ваше приложение будет работать примерно так же. А тесты для этого очень при нужны. Ну, дёте контекст, все понимают, дёте контекст лучше не использовать. Ху! Ещё раз, шкала тестов. Мне нравится, не знаю, как вам, надеюсь, зашло. И выводы таблички, когда, какие инструменты нужно использовать и в какой момент. Вот. Последним быть хорошо, время неограничено, можно сидеть до самого вечера, у меня самолёт, самолёт в 9.15, так что я готов слушать ваши вопросы. Спасибо большое. У нас есть футболки, и если кому-то футболок не хватит, могу ещё этой мармеладкой угостить. Ну, короче, давайте. Спасибо. Давайте три вопроса, а потом в кулуары, наверное, можно переместиться, чтобы всех как держать. Спасибо. Итак, вопросы? Давай. Когда ты писал этот прозрачный и понятный код на спринге, не поменял ли своё отношение к аннотациям? И не присоединяешься ты к Егору теперь? Нет, конечно. Егор точно так же пишет какую-то мета-информацию для своих классов. Просто он пишет её в XML, но я пишу аннотация в чем-то. Можешь вернуться к слайду, где ты описывал как раз в самом-самом начале описывал? О, да. Какой слайд? Помнишь, нет? Ну, сначала это были слайды, там будет. О, классно. Даже не знал, что так можно. Ну, это ещё не так много. Вот дальше-дальше где-то там ты прям описывал работу с Егором. Ещё дальше. О, вот назад-назад. Вот смотри, у тебя три влажных класса. Это вот ты уже становишься адептом Егора, мне кажется, нет? Так это с плохой клево. Я сказал, мы вначале делаем очень херово. Очень плохо. Окей. И вот смотри, второй вопрос есть. Что получается дешевле? Писать вот этот код и разбираться с ним, с таким тестом, или словить пару багов где-нибудь? Всё зависит. Ну, смотри, чем больше у тебя команда, чем больше у тебя людей, тем сложнее тебе поддерживать вот так. Ну, вот тест такой вот надо написать его, с ним заморочишься, потом его надо поддерживать. Как он даже не работает? Вот этот тест не работает, скажем так, да? Потому что он не использует того, что у тебя написано в приложении. Если у тебя большая команда, много разработчиков, тебе гибче строить твое API взаимодействие с приложением, различную сервисную логику на основе аннотаций, потому что там ты можешь наворотить что угодно. API Java, оно очень жесткое, ты не можешь его прибить. Какие-то вещи, несомненно, должны быть в ним, но это как бы на грани разумного должно быть, а не вот так, да? Потому что здесь мы не использовали ни одной возможности нашего контейнера, а все приложение работает в контейнере. Там делается огромное количество работы. Если мы напишем такой тест, он будет тебе с какой-то вероятностью говорить, что вот этот кусок работает. Ты напишешь их еще 20, ну и окей. Я сказал, что разумная грань, она где-то посередине. Системный тест писать безумно сложно, юнит-тест писать безумно легко, но системный тест тебе сразу закрывает какой-то вот такой бизнесовый кейс, юнит-тест закрывает тебе какую-то техническую детальку. Компонентный тест где-то посередине. Вот когда мы начинаем использовать спринг, это наши какие-то такие действия посередине. То есть разумная граница где-то там, мне кажется. Ребят, еще вопросы? Ну что, все на спринге пишут, никаких вопросов нет? Очевидно, наверное, все понятно? Наверное. Ребят, напоминаю, что можно подходить к нашим... Ого, так, ну ладно, давайте. Давайте, да, долго думал, созрел. Ну, я на самом деле решил задать вопрос, раз никто ничего не спрашивает. Ну, собственно, у нас, например, сериальный проект, в котором есть такая проблема. Там все работает, то есть нет тестов, которые там падают из-за того, что там несколько бинов или там еще какая-то штука. Но там очень много залипух в стиле там в тестах где-нибудь стоит праймери, и поэтому оно работает. Да, вот. Есть ли какие-нибудь инструменты, как с этим бороться, как отрефакторить тесты? Да, конечно. Вот это инструменты, чтобы они ставить праймери в первую очередь. Когда тесты работают, это не значит, что это хорошие тесты. Тесты всегда работают или не работают. Ну, не суть важен. Но как-то если проект живой, они работают. Как бы все доводят как-то состояние вот этой массы тестов, да, рабочего состояния. Проблема в том, когда люди туда чень вносят. Тесты нужны, чтобы вносить какое-то изменение. Поэтому, когда кто-то приходит и вносит изменение, а у нас ломается то один тест, то другой тест, как я показывал, как это случается с неправильно написанными тестами. У нас все ломается. Изоляции нет. Если вы шмаляете Spring Boot Test везде и как попало, то они у вас будут ломаться, вероятно. Особенно, если вы используете всю вот эту комплементарную мощь различных аннотаций, чтобы протестировать один компонентик, другой компонентик и так далее. Никто же не читает доку и не вчитывается в то, что написано мелким шрифтом, что это должно быть в отдельном пэкедже и так далее. Я показал, что условно это приводит к таким последствиям. И primary это как-то частный кейс именно этого случая, потому что люди ставят primary и приопределяют логику для всех тестов, если этот контекст закешировался, не дай бог. Поэтому изоляция конфигурации теста, тест configuration, чтобы чужие тесты ее к себе не засосали, это важная вещь. И primary это самая плохая вещь, которую можно придумать как в библиотеках Spring Starter, несмотря на то, что это встречается в них часто, даже в официальных. Но это как бы проблема их качества на самом деле, потому что все такие резолюции вот этих сложных графов различной зависимости, когда есть переопределение, это непростая штука. Я показывал кейс, когда такое переопределение происходит не на уровне primary, а на уровне имени. И у нас специально в наших тестах не совпало имя метода. Идея обычно правильно генерирует. То есть она кмлкс делает ровно так же, как Spring обычно называет вам bin. Но у меня в названии класса было три буквы большие, gpa, и идея с генерированным имени не так, как генерирует его Spring. И мы нарвались на баг. Если бы я бы мог просто изменить название класса, и один класс перезатер по другой. Это вот, если бы я поставил primary, то тоже было все в порядке. Но когда мы напишем еще один тест, и еще там primary поставим, какой выиграет? Там еще с порядком загрузки было бы. Из приложения или из теста. Можно еще ордер влепить, и тогда совсем потеряться. Ордер зависит, вот я тебе сказал, как он идет вверх по классикам и их формирует, и потом в обратную сторону. Примерно в таком ордере на самом деле он их бросит. Спасибо большое за отличные вопросы и за отличный доклад.